Коллеги, всем привет. Меня зовут Гайденко Владимир. Я работаю в компании Fresh 1 автомобильный маркетплейс. Представляю филиал, один из самых крупных по ООО группе компаний Fresh Oxide. Забегая вперед, кстати, мы говорим только про пробежные цифры, потому что тематика больше подходит к пробегу. На сегодняшний день у нас склад составляет более 800 автомобилей. Ежегодные продажи превышают в среднем более 4000 продаж, соответственно. Эта тематика, которую мы сегодня озвучиваем, она достаточно больная для нас. С учетом того, что мы выросли до таких объемов, мы делаем определенную революцию в этом направлении. Я вам покажу, как это работает сейчас. Я вам покажу, что мы хотим видеть в будущем. Все приду в цифрах. Если будут потом дополнительные вопросы, с радостью отвечу. Начнем с того, почему предпродажная подготовка важна. Во-первых, это имидж компании. Мы хотим, чтобы клиент попадал на наши склады. Первое, что он видел, это подготовленные чистые автомобили с чистым салоном. Мы хотим, чтобы он не видел никаких кузовных повреждений. Мы хотим, чтобы человек, ходя и выбирая автомобиль, думал только о своих ключевых каких-то моментах. Какого цвета он машину хочет, какую комплектацию он хочет, не отвлекаясь на какие-то негативные моменты. Соответственно, подготовленный склад влияет на скорость продаж и оборачиваемость наших складов. Мало того, что мы должны продавать много в штуках, мы еще должны деньги зарабатывать. Поэтому хорошая предпродажная подготовка 100% влияет на стоимость продажи и на рентабельность каждой сделки. Ну и, в принципе, ключевой момент. Клиент выбирает глазами, что автомобиль с хорошей качественной предпродажной подготовкой продает с первого взгляда. Давайте обсудим общую проблематику. На мой взгляд, ключевая проблематика на сегодняшний день – это кадровый голод. Отдел предпродажной подготовки достаточно специфический. Очень сложно найти персонал, который готов в резиновых сапогах 12 часов мыть автомобили или в виде техников, которые в жару, в снег, в дождь, в зной бегают по складу, занимаются какими-то вещами обыденными. Все, как правило, хотят сидеть в теплых кабинетах, хорошо пахнущие в галстуках с бейджиками. Поэтому это 100% проблема. Далее, я думаю, с этим все сталкивались. То есть у нас не хватает площадей, у нас не хватает технических возможностей. Как правило, принимаются автомобили на склад, они становятся в какой-то отстойник, становятся в очередь, и потихонечку эти машины начинают перевариваться. Про какую-то машину забыли, про какую-то машину потеряли, вспомнили через месяц, что у нас такой автомобиль есть. Поэтому это общая проблематика. Попытки продавать без предпродажной подготовки. У нас были раньше такие кейсы, точно мы пытались это делать. Но я вам потом на математике покажу, к чему это приводит. И мы этого более не повторяем. Давайте поделюсь проблематикой предпродажной подготовки во Фрэш. То есть у нас ровно такие же проблемы, как и у всех. Кадровый голод. То есть наш HR-департамент постоянно находит нам кандидатов на телебойные должности. Но, как правило, людям не хватает компетенции. У нас есть очень хороший инструмент. Это корпоративный университет. Это Фрэш-академия. Каждый человек, приходящий к нам, мы понимаем, что, в принципе, мы можем из него вырастить очень качественно сотрудника. Для каждого сотрудника есть у нас траектория развития. У нас действует... В 2024 году очень неплохо показалась себе корпоративная программа «Приведи друга». Мы платим от 10 до 50 тысяч рублей за приведенного кандидата. Ну, все зависит от должности, на какую человек заступил на работу. Ну и давайте не забывать про действующих сотрудников. То есть мы должны постоянно увеличивать, улучшать их компетенции. У нас это работает. То есть в среднем раз в месяц сотрудники проходят какие-то обучения, какие-то тестирования. По-русски говоря, мы их держим в тонусе, чтобы люди развивались и показывали более хороший результат. В связи с тем, что склад постоянно растет, на примере нашего салона, было принято решение о постройке, об инвестициях большого блока предпродажки в 1000 квадратных метров. Одном моменте мы теперь можем готовить более 20 автомобилей, что сокращает очередь, о чем мы говорили ранее. Но, тем не менее, мы не забываем про широкий портфель подрядчиков. Не всегда мы можем одномоментно обслуживать наши автомобили, которые мы принимаем. Плюс, в принципе, мы ввели на постоянную основу работу 2.4 на 7. У нас работает 3 смены техников, 3 смены подготовщиков. Это обоюдный интерес. Мы даем сотрудникам возможность дополнительного заработка, который сейчас, в принципе, всем необходим. Мы получаем более быстрые процессы. Ну и, соответственно, есть штат техников, техническая служба, которые каждый день мониторят состояние склада, чтобы ряды все стали ровные, чтобы ряды все были помыты, чтобы не было каких-то свободных мест в рядах. Ну, у нас, на вскидку, больше 15 человек в этом отделе работают. Ключевое, что на сегодняшний день срок подготовки одного автомобиля в среднем у нас 8 дней. Срок подготовки автомобиля – это равно сроку выхода автомобиля в рекламу. Мы работаем, на самом деле, на трех основных принципах. Устранение недостатков, а не скрытие этих недостатков. Фрэш – историческая компания, которая работает в открытую. Мы работаем с открытыми диагностиками. У нас нет автомобиля после серьезных аварий. При покупке каждого автомобиля нашими новыми клиентами мы прилагаем полную диагностику с какими-то рекомендациями. То есть для клиента не будет кота в мешке. Внимание к деталям. На наших складах, как правило, мы стараемся так работать, что клиент, гуляющий по рядам, он не увидит автомобиля со спущенными колесами, он не увидит автомобиля с разбитыми лобовыми стеклами, с мутными фарами. Мы этому уделяем очень большое внимание. И параллельность процессов. Автомобиль поступил на склад, он не должен стоять. Он должен в ожидании запчастей с ним происходить какие-то работы. Либо малярные работы, либо химчистка салона. То есть все работает на скорость. С момента сделки начинается очередь предпродажной подготовки. Дальше идет согласование. Это ручной, человеческий фактор. В сток-менеджер вместе с руководителем отдела продаж каждое утро по списку идут по всем автомобилям, которые вчера были приняты, и вручную согласовывают. Это время, это очень много времени. Это какие-то ошибки. На сегодняшний день у нас ремонт, как и у всех, есть внутренний, есть внешний на подряде. Пропорция на сегодняшний день 20 на 80. Это неизбежно с сегодняшнего дня. Больше в данный момент мы оселить не можем. Какие минусы? Мы очень много времени теряем на логистику. То есть наш персонал в основном катается по городу, отправляет автомобили, забирает их откуда-то. То есть мы теряем драгоценное время. Реклама. Сроки выхода в рекламу, как я говорил, 8 дней. Средний чек на предпродажную подготовку 27 тысяч. Что мы имеем по продажам? Средняя оборачиваемость склада 0.9 коэффициент. Если в разбивке выкуп комиссия, выкуп 1.3, комиссия 0.5. На самом деле сложный слайд. Ключевое здесь одно, что все делается через CRM, внутренний CRM. В нем работают абсолютно все сотрудники, всех отделов. Когда сток-менеджер получает задачу, параллельно с одним автомобилем начинают работать 3 сотрудника. Это про параллельность процессов. Ключевое. Когда работы все выполнены, сток-менеджер проверяет тех заданий с фактом выполненных работ, чтобы ничего не упустили, не пропустили. Ключевое. Обратите внимание, нижняя строка. При продаже автомобиля, перед выдачей клиентов, автомобиль проходит еще одну проверку по чек-листу. Для нас важно, чтобы автомобиль на выдаче стоял со всеми работающими лампочками, с чистыми стеклами и тому подобное. Дублируется контроль. Ну и конечно инструменты. Инструменты тоже все связаны с CRM. Все это через календарь, через статусы в CRM и виды работ. Сейчас я вам покажу реальные скриншоты, как это работает. Вот, например, календарь нашего подготовщика. Обратите внимание, каждый день состоит из жестких и гибких задач. Первая половина дня – это изучение с вновь зашедшими автомобилями. Потом идут гибкие задачи. Обратите внимание, час развития. Это о чем я говорил. Это обучение, либо тестирование. И очень странно может показаться задача в 8 часов вечера. Ну то есть как бы домой пора, а она задача. Это как раз инструктаж третьей смены, ночной. Как правило, это работы по перемыву склада, по выставлению рядов, по замене рядов, по ситуации. Ключевое то, что с утра клиенты приходят к нам на нашей площади, склад готов. В данном случае это тоже скрин из 1С. Здесь все цифровано. Мы видим, какие работы, в какие даты проводились. Мы можем посчитать, в принципе, каждый процесс, сколько времени он у нас занимает. И статус автомобиля. Ключевое, смотрите. Автомобиль на складе. Подготовка в статусе в работе. То есть предпродажка не завершена. Статус рекламы ожидает. У нас автомобиль в рекламу не попадет, пока не пройдет полный цикл подготовки. Если машина появилась в рекламе, значит она в идеальном техническом состоянии и в хорошем состоянии по кузову. Эти все данные видят абсолютно все отделы. Отдел продаж, отдел поставок и отдел предпродажной подготовки. Вот, к примеру, карточка. Смотрите. Это реальная карточка Toyota Camry. Акцент мы делаем на том, что прописан комментарий. Техническое дело в каждой карточке автомобиля пишет комментарий, что с этим автомобилем, какие работы будут производиться. Это будет доступно, понятно, для отдела продаж. Они увидят, что такой автомобиль у нас есть. В принципе, почитают, что с ним делается и могут ориентироваться по сроку, через сколько он попадет у нас в рекламу, когда можно будет его предлагать конечному покупателю. Давайте разберем интересный кейс. Это сделка, которая была относительно недавно. 3 октября данный автомобиль, в данном случае Peugeot 308, попал к нам на склад. Peugeot 2010 года. Цена продажи выставлена практически 700 тысяч рублей, что в принципе дорого. Мы можем продать дорого автомобиль, но он должен быть належащего качества. Сделка по продаже уже залита 20 октября, то есть через 17 дней. В каком состоянии этот автомобиль попал к нам на склад? У него есть вмятины, потертости по кузову, у него есть матовые фары, у него есть грязный салон, потертый. Это в день покупки, скажем так, этого автомобиля оценщик фотографировал, заносил в базу СРМ. Вот математика. С левой стороны это реальный исход, с правой стороны это гипотеза. Давайте с факта начнем. Мы купили автомобиль за 420 тысяч рублей, в предпродажную подготовку уложили 52 тысячи рублей. Себестоимость возросла соответственно, и мы его продали за 699 тысяч. Срок продажи 17 дней, но 17 дней это нахождение автомобиля на складе. В эту же дату, в эти сроки, входит время предпродажной подготовки. То есть по факту автомобиль был продан, условно, за неделю. Мы на нем заработали 227 тысяч. Раньше, исходя из нашей статистики, мы пробовали продавать с минимальной предпродажной подготовкой. Математика по нашей статистике выглядит вот таким образом. При покупке автомобиля за 420 тысяч рублей мы вложили минимальные деньги 10 тысяч рублей, это какая-нибудь мойка, влажная уборка, минимальная работа по кузову, и продали автомобиль за 570 тысяч рублей. Это наша статистика. То есть плюс-минус в эти деньги, в таком состоянии автомобиль может уехать конечному покупателю. Автомобиль продается в среднем такой за 43 дня. Заработок составляет 140 тысяч рублей. То есть на чаше весов у нас выбор. Либо продать за 17 дней, заработать больше, вложив в предпродажку больше, либо же вложить меньше, но продать дешевле и продать за больше срок. Мы свой выбор сделали, мы действуем по первому пути. 8 дней – это цифра, которая нас преследует в последний год. Это средняя скорость выхода автомобиля в рекламу. Как мы видим идеальный процесс? Идеальный процесс мы видим именно в такой цифре. 3 дня. То есть это и комиссионный склад, и выкупной склад. Мы обязаны укладываться в 3 дня. При нынешней стоимости денег это оптимальный вариант, при котором мы можем быстро крутить склад. Идеальный бизнес, на наш взгляд, выглядит вот таким способом. И в четвертом квартале этого года мы, в принципе, реализуем это все. Все то же самое, что я показывал вам ранее. Та же самая схема. Ключевое. Мы уходим от ручного согласования. Это все автоматизируется сейчас посредством нашего CRM. И с учетом того, что у нас появился достаточно большой блок предпродажки, у нас поменялась расцифровка по ремонту. То есть внутренний ремонт и практически все мы будем делать на месте, не покидая территорию. 25% уходит на малярку, уходит на агрегатный ремонт, либо крупно-зловой ремонт. Это то, что мы на месте не сможем сделать. Что мы хотим при данной смене получить? Повторюсь, 3 дня выход в рекламу. У нас чуть подрастет стоимость на один автомобиль подготовки. И мы планируем, что оборачиваемость склада будет 1 на 1. В разбивке выкуп комиссия, 1,5 выкуп, 0,7 комиссия. Качественно-быстрая подготовка. Первое. Сокращение времени подготовки у нас уменьшается. Сокращение доли автомобилей не в рекламе с 10%. Мы хотим выйти на 6%. Увеличение оборачиваемости было общая 0,9. Мы хотим выйти на 1,1. Ну и соответственно актуальный вопрос для всех. Общая проблема уменьшения стоимости пользования деньгами. Спасибо за внимание. Итак, какое количество комиссионных автомобилей из стока 800 штук? Ну давайте в пропорции 60 на 40. 40 выкуп, 60 комиссия. Вы и комиссионные автомобили так готовите полноценно за свои средства? Или как-то там уже вы с хозяином 50 на 50? Могу сказать за наш регион. Люди, продающие автомобили, знают, что если они хотят машину продать через комиссию, то это фреш. Мы сейчас достаточно сильно фильтруем автомобили, которые попадают к нам на склад. Во-первых, по состоянию. Во-вторых, по стоимости. Мы можем сделать какие-то работы, которые клиент может сам оплатить. Мы делаем эти работы в себестоимости. Либо же второй вариант. Мы можем это сделать за свой счет. При продаже автомобиля вычитаем деньги из оплаты. Удерживаете. Хорошо. Простые вопросы. Какую CRM используете? Это внутренний CRM, который уже более 7 лет. Это достаточно дорогой продукт. У нас работает группа разработчиков с нашей стороны и не с нашей стороны. Это достаточно серьезный инструмент, который достаточно обширный. Позволяет вам в дальнейшем многое автоматизировать. Так, что важнее, пробег или внешний вид? Потому что вот до этого пробег, о пробеге говорил ваш коллега. Коллеги, это автомобили с пробегом. Каждый автомобиль индивидуальный. Но все-таки нет, к тому, что мы топим за то, чтобы был меньше пробег или все-таки, чтобы был круче вид. Вы просто не слышали, понятно, вы там готовились. Но вот здесь коллега выступал, что чем меньше пробег, тем круче. Очень сильно прямо на нем делается акция. Сложно ответить на этот вопрос. Автомобиль с маленьким пробегом может быть в очень плохом состоянии. И ровно наоборот. Автомобиль с пробегами 200 тысяч может быть во внешне идеальном состоянии. Тут спорно. Это хорошо, что у нас разные спикеры. У каждого свое мнение. Можно с разных точек зрения посмотреть на один и тот же вопрос. Тут вот вопрос. Как вы готовите комиссионный склад? Ну это то, что мы чуть ранее обсудили. Клиент оплачивает ряд услуг. Мы говорим, мы разместим ваш автомобиль на склад. Но при условии, что мы покрасим бампер, поменяем лобовое стекло, сделаем химчистку салона. Это для вас себестоимость, по нашей себестоимости, по нашим ценам обойдется условно в 20 тысяч рублей. Человек говорит, да, я готов заплатить эти деньги. Сразу идет в кассу. Либо нет, я не готов, я заплачу чуть позже, окей. С такой оборачиваемостью склад не сохнет? Нет, склад не сохнет. Есть отдельная история по привлечению автомобилей на склад. Это достаточно более емкий вопрос. О нем можно разговаривать несколько часов, поэтому там другая структура и там другие процессы. Так, хорошо. Проводите ли вы слесарные работы? Течь, клапанные крышки, ремонт рулевой и так далее. Или это вы все аутсортите подрядчикам? Нет, почему. Мы сейчас пришли полностью на внутренние работы. Это о чем я говорил. С учетом увеличения мощностей внутренних мы это все делаем на месте. Так, ну в целом основные вопросы мы задали. Время у нас закончилось. К сожалению, если вдруг какие-то еще остались, обязательно ответим чуть попозже. Давайте еще раз, Владимир, поблагодарим. Спасибо большое. Спасибо. Благодарим вас.